Ручка на пальце с специальным ограничителем для того, чтобы ваше пальце не соскальзывало в ладонь, не создавалась небезопасная ситуация. Цепляем ее на регулированный блок. Это ручка под маленькие пальцы, под юлиные пальцы. Нужно лилу паршю. Окей, правильно. Не так назначенную виду ручкой Андрея, потому что она выращивается так, на 90. Я завжди включала кисть, вот так. На пальце? Правильно, потому что у тебя все движения идут на подкручивание. А правильное выполнение упражнения на кисть, это вот. Потому что тебе нужно только вот эту начальную фазу сдерживания атаки на пальце. Вот это нужно тренировать. А если ты хочешь ее подкручивать, понятное дело, она будет поддаваться на прокручивание. Что еще на ней можно сделать? Вот сейчас мы и сделаем. Ставим чуть-чуть ниже. Берем ручку вот так. И вот с крюка, когда ты держишь соперника, вот это маленькое движение или работа пальцев, она очень важна. Вот такое движение пальцев сразу почувствуешь. И подкручивать тебе плод тоже не надо. Только сама работа пальцев. Пальцы упирай, пожалуйста, до самого конца. Еще, 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 еще. Вот так. Но самое важное, когда ты имеешь пропорционально сильные пальцы или развитые пальцы, у тебя никогда не будет сгибаться каждый палец по отдельности. Во время моего семинара в Китае, китайские парни имеют слабые пальцы. И у них за каждым разом каждый палец по отдельности вытворял такие чудеса. Это свидетельство тому, что они никогда не работали на пальцы. У меня не так уж такая ситуация. Не правда. Только пальцами. Угол между пальцами и ладонью – это самый важный угол.